Египтяне зря надеялись увидеть у выхода покупателя или хотя бы того, кто покусился на голову фараона. Вы торговались? Что вы, у меня нет таких денег. Покупатель звонил в Кристис по телефону и заплатил 4 миллиона 700 тысяч фунтов. Его не напугало обещание Каирского министерства по делам древности обратиться в Интерпол, если британцы не смогут доказать легальность вывоза предмета искусства из Египта. Не напугали угрозы с улицы. Мы не собираемся останавливаться. Кому бы вы её сегодня не продали, мы будем преследовать вашего покупателя. Мы будем устраивать демонстрации и требовать, чтобы он вернул голову в Египет. Голова фараона была обнаружена в гробнице в долине царей почти 100 лет назад. Голова оставалась в Египте ещё около 50 лет, потом пропала. И египетские власти обвинили Британию в воровстве. Посол Египта в Великобритании Тарек Адель назвал торги позором. Они говорят об игнорировании соответствующих международных норм и соглашений, заявил он, добавив, что этические соображения о важности мирового наследия были отодвинуты в сторону. ЮНЕСКО! Пожалуйста, спаси наше наследие! Власти Египта запросили у аукциона документы, объясняющие появление у них головы фараона. Но, как и пресса, получили следующий ответ. Её передавали по цепочке европейские коллекционеры. Этот артефакт активно выставлялся, информация о нём распространялась, и мы оповестили о торгах посольства Египта. В мире существует давно сформировавшийся легитимный рынок искусства древнего мира, и Кристис десятилетиями является его участником. Аукцион Кристис в Лондоне закрыл для нас вход на предпродажную выставку. У частной организации появилось право ограничивать доступ к произведениям искусства мирового значения. Весь мир должен быть расстроен. Если бы эта голова была в музее, в британском, в Лувре, ну ладно. Но владелец будет частным лицом, каким-то богачом, который поставит её у себя дома. В британском музее хранятся сокровища разных стран, украденные англичанами в колониальные времена. Бронзобенина требует вернуть Нигерия, мраморы Парфенона, Греция, остров Пасхи и Стукана. Президент Греции назвал этот музей мрачной тюрьмой. Перед британским музеем днём и ночью не стоят возмущённые нигерийцы, греки, жители острова Пасхи. Просто потому, что невозможно протестовать годами. А здесь, перед аукционом Кристис, египтяне собрались потому, что в судьбе дорогого для них артефакта произошёл переломный момент. Его продали и теперь, может быть, никто из египтян его больше никогда не увидит. В январе египтянам удалось спасти от молотка аукциониста часть таблички. Из-за хоронения фараона Аминхотепа I. Её вернули на родину. А голову в натуральный размер 28,5 сантиметров из коричневого кварцита египтяне выручить не смогли. Продано, как говорят на аукционе. По телефону неизвестному абоненту. Лиза Герсон, Борис Халфин и Андрей Зубкевич. Телекомпания НТВ. Лондон.